В студии Анна Лапшина, здравствуйте. У микрофона Ольга Болезина. Меня зовут Мария Кожев. Добрый вечер. Очевидцы. Очевидцы. 10 лет в Кирове. 10 лет в Кирове. 12.06 в Кирове. Такое молчание, да, я так понимаю, что все ждут, когда мы всё-таки стартуем. Программа «Очевидцы», да, действительно, мы сегодня вспоминаем 2014 год. Много событий, как всегда. Ольга Болезина в нашей студии. Анна Лапшина, Денис Шадрин, которого мы представим, и мы поприветствуем наших подписчиков в Инстаграме. Сейчас маленькое видео записываем. Вспоминаем сегодня 2014 год. Как оказывается, 6 лет — это достаточно много для того, чтобы забыть события. Половину событий мы забыли, да. И хороший повод реанимировать и, может быть, вспомнить, какие уроки мы из этого вынесли. Да, но 2014 год для Кировской области, наверное, основное и важное событие — это выбор губернатора. Никита Белых впервые избирается губернатором Кировской области. Напомню, что предыдущий срок он отработал в качестве назначенного губернатора. Тогда губернаторов назначали. Да, тут они вернулись, и мы и Дениса поэтому и позвали. Денис Шадрин, эксперт движения «Голос», наблюдал за всем этим процессом. Денис, добрый день. Да, приветствую. Да, главное, наверное, российское событие, главное российское все-таки событие, которое влияние свое до сих пор имеет, — это история с конфликтом на Украине. Конфликт на Украине, вмешательство России. Тоже поговорим об этом попозже, да. Неофициальное, неофициальное, тем не менее, да. Да, конечно же, присоединение Крыма, митинги в поддержку этого явления. Одно митинге, а еще в каждой семье гражданская война. Один за, другой против, помнишь? Ну, не в каждой семье, конечно. Ну, не в каждой, конечно, но это было, и это был какой-то новый опыт, потому что не привыкли, наверное, как-то люди вот так вот. Прям очень полярные были мнения частенько, и приходилось учиться жить там, не знаю, со своей мамой и бабой. Бабушкой, которая, ну, очень яро против тебя. Мама и бабушка были примеры, когда муж и жена придерживались разных позиций. Вот здесь-то было совсем все сложно, как мне кажется. До выступления Путина, на самом деле, было непонятно, будет присоединен Крым или нет, потому что были разные точки зрения, и много было, что нет. Такого выступления не будет, и Крым будет, ну, в каком-то таком непонятном статусе существовать. Ну, вообще сложно было поверить в такое геополитическое происшествие, да, скажем, в то время. Ну, на самом деле, потом оно имело, конечно, значительные последствия в 2014 году. То есть, мы все помним, были санкции, мы все помним, что провалился рубль в очередной раз. И после того, как начались такие, ну, вот активно развиваться стали события, ну, такого военного характера, что ли, да, на востоке Украины, появились украинские беженцы. В том числе они появились и в Кировской области. Был у нас, я помню, репортаж о том, как приезжали эти люди. Вчера его искали, не нашли. Сожрал его вирус, как мне сказали коллеги, да. Но, тем не менее... А кто смотрит нашу трансляцию сейчас в ВКонтакте, видели, что у нас на столе появился артефакт из 2014 года. Это наша награда... На фестивале «Вместе медиа». Да, золотая рука, не за репортаж про беженцев, который мы тоже туда направляли. И он тоже занял призовое место, но не на общероссийском этапе, а на региональном этапе в Поволжье. Вот, а эта рука, это за программу, посвященную еще одному событию 2014 года, свидетелем которого, кстати, Денис Шадрин тоже был. Да, непосредственно. Это спецоперация в баре Чапай, конец марта, пятница, насколько я помню. Да, пятница вечера. В Чапае сидит молодежь, да, такая молодежь, которая, в общем-то, не любила напиваться, вот насколько я помню, там, публику, да, Чапаевскую. Сидели люди с зеленым чаем, пили этот зеленый чай, разговаривали, умные разговоры, да. Открывается дверь, влетают десятки человек в масках, всех кладут, кого в пол, кого к стене, после этого забирают и увозят сначала в отделение, а потом наркологию тестировать на наркотики. Да, помню, что я лично опрашивал тех, кто был задержан. Основанием задержания были не там какие-то показания, неадекватное поведение, допустим. А вы Денис, ОНК, да? Да, я был... Наблюдательной комиссии, общественной наблюдательной комиссии. Кировской области, и, собственно говоря, поехал там в бары Чапаев, потому что мне позвонил Виталий Брам, известный общественник Кировской области, который сказал, что вот его задерживают, непонятно куда везут. Ну, хорошо, я выехал, чтобы узнать, действительно, не один же он был задержан, куда людей везут, чтобы проконтролировать соблюдение их прав в отделе полиции. Ну, и сам оказался задержан вместе с другим членом ОНК, Артуром Башовым, потому что рабочая группа ОНК — это два человека. У вас, насколько я помню, тогда прямо отобрали паспорта, погрузили вас вместе со всеми и увезли. А сколько всех было вообще вот это? Сколько? Десятки ведь молодых людей. И только молодых, между прочим. Потому что не совсем молодых, я бы сказала. Да, по моим воспоминаниям, где-то, ну, человек-то сто в баре было, то есть половину-то точно задержали. То есть там порядка пятидесяти человек увезли в отделение. Десять человек разом. Кого-то отпустили, я-то, насколько помню, из отделения полиции, кого-то увезли в наркологию, наверное, большую часть. Нет, их возили в большинстве ФСКН, это на Ленина. То есть там, в принципе, люди опрашивали. ФСКН — это служба по контролю за оборотом наркотиков? Да, да, да. В спецоперации участвовало и там, конечно, ОВД Кировской области, и их подразделение ОБНОН по борьбе с противодействием с наркотиками. Вот так. Ну, я помню, мы когда делали эфир по этому поводу, наш коллега Александр Рассокин был тогда как раз в баре тоже как посетитель, не как журналист, но работу свою журналистку делал в том числе. То есть он сказал, что да, я журналист, и не смейте меня задерживать, показал, по-моему, удостоверение. Потом рассказывал у нас в эфире, как вели себя, собственно, сотрудники органов правопорядка, органов охраны правопорядка. Там было жестко. То есть там были выражения из разряда мордой в пол, и когда люди просили в туалет, им там заявляли, если я не ошибаюсь, сы в штаны. Ну, то есть вот это то, к чему в Кирове мы были непривычны. То есть к тому моменту, конечно, мы видели уже, как могут задерживать жестко на митингах в Москве, да, когда там и руки крутят и прочее. И все эти наблюдения людей оттуда мы читали. Но мы не могли себе представить, что такое может произойти в Кирове. Ну, как я говорил, что основанием к задержанию были не какое-то неадекватное поведение, а именно вопросы, что могу ли я пройти в туалет, что происходит и так далее. И вот смотрите, прошло 6 лет, и лично для меня до сих пор остается вопрос открытым, почему, ребята, правоохранители, вы пошли в бар, в котором проводят время, журналистская тусовка, околожурналистская тусовка, люди, которые, блогеры там, да, начинают работать в соцсетях. То есть у вас не получится это сделать втихую, о ваших действиях расскажут, вы что, не знали об этом? А у нас в эфире представитель ФСКН пояснял, когда мы делали после этого события разворот, что это, ну, она не сказала, конечно, так, да, что это была, ну, фактически такая показательная акция. То есть мы специально хотели пойти в то место, где вы расскажете о том, как мы себя ведем при задержании. Ну, я не знаю, может быть, там кто-то просто перестарался, может быть, не было прямого указания так разговаривать с задержанными, да, вот. Ну, если есть ПКН, да, они просто по-другому не умеют. Был приказ, они его отработали, как умеют, и все. Она наговорила о том, что это показательная была операция, и говорила о том, что будут операции и в других развлекательных заведениях города в течение месячника по борьбе с наркотиками. Которые мы больше не слышали. Да, но больше их не было, я так понимаю, что все-таки шум был. Меня больше удивило в этой ситуации следующее. По итогам всего этого события почему-то не было заявлений ни в прокуратуру. По-моему, только Артур Мабашев что-то тогда вот писал, да? Да, была проверка прокуратуры. Прокуратура не обнаружила в действиях там сотрудников каких-либо нарушений и так далее. А также наркотиков у сына. Нашли какую-то капсулу, похожую на капсулу с антигриппином. У одного из задержанных, по-моему, нашли следы употребления марихуаны, которые там, по-моему, сохраняются в течение 30-ти, да, суток. Да, и еще, значит, где-то в сентябре месяце как раз начались отравления от спайса. Я помню, там были 4, по-моему, летальных исхода. Такая громкая была история на всю страну. То есть это говорит о том, что правоохранительные органы занимались чисто пиаром, а не своей работой, как раз противодействуя наркотическим средствам и их распространению. Вот такая была история в Баричпай. А еще 14-й год. Это, ну вот я пересматривала наши старые новости. Аэропорт Победилово, например. Начал развиваться. Начал развиваться. Просит 75 миллионов рублей из бюджета. Мы всегда привыкли к тому, что мы возмущаемся по этому поводу. И проводится там ремонт чего-то, накопителя. Вот мне попалась новость где-то там по весне. И вот заметьте, сейчас, спустя время, аэропорт Победилово тоже получает деньги из бюджета. Около 100 миллионов, по-моему, в прошлом году. Но мы уже не возмущаемся. А потому что мы летать начали? Да, потому что мы летаем, нам там вроде нравится, всем удобно стало. И вот, ребята, ну ладно, теперь можно из бюджета. Теперь мы как-то не очень против. Сейчас просто после того, как люди привыкли летать, посмотрели, как выглядит аэропорт. И после того, самое главное, как было сказано, что вот, ну, ребят, вот черная дыра аэропорт. Вот он всегда будет нерентабельным. Не знаю, возможно ли, чтобы он стал рентабельным. Куда должны летать самолеты из Кирова, чтобы окупалось это все. А, ну, видимо, уже все, все смирились. Денис, ты вот часто летаешь. Как мы теперь выглядим на фоне, не знаю, там, российских городов? Я скажу, что часто летал, а сейчас в этом году мы не часто летаем. Ну, в этом году мало кто часто летал. В принципе, мне сложно сравнивать с другими городами. Я могу сравнивать только с Москвой, наверное, больше. Потому что у нас, на самом деле, если ты куда-то хочешь добраться, это все через Москву. Всегда в Москву, да. То есть или в Москву, или через Москву. То есть можно сравнивать только с Москвой. Ну, с московскими аэропортами, конечно, победила. Можно сравнивать глупо, потому что... Ну, победила маленький уютный аэропорт, только непонятно вообще, где там можно присесть так, чтобы вот красиво было. Потому что я вижу иногда фотографии маленьких аэропортов в других странах. Они такие очень своеобразные. То есть там вот эти стоят мягкие кресла, которые бескаркасные, да. Какие-то цветные там всякие пятнышки в них. То есть это вот такое уютное место, где можно там посидеть в ожидании рейса. У нас, к сожалению, пока такого нет. Не знаю, будет ли когда-нибудь. Ладно. Очень коротко я быстро пробегусь, прежде чем мы перейдем все-таки к основным событиям. Да, по списку того, что было в 2014 году. Ну, во-первых, конечно, надо напомнить, что в 2014 году ушел из жизни бывший губернатор Кировской области Владимир Сергеенков. Возглавлял он наш регион с 96 по 2004 год. Вот ушел из жизни. Была эстафета Олимпийского огня. Ну и в целом была Олимпиада в 2014 году, если кто забыл. Бежали у нас в начале января по Кирову большое количество деятелей культуры, спорта, науки. Никита Билых, я помню, открывал забег с этим факелом олимпийским. Было дело. А, по-моему, до сих пор кто-то носит ведь одежду вот эту вот вирменную. То, что выдавалось, она есть. Совершенно верно. Достаточно часто обсуждали в 2014 году застройку в центре города. Ну, во-первых, это, естественно, история с появлением торгового центра Крым возле филармонии. Во-вторых, это история довольно громкая с появлением вот этого до сих пор недостроя во враге засора, где должен был быть какой-то медицинско-культурно-образовательный центр какой-то. А вообще в том же году в Кирове появился там очередной какой-то замголовой администрации, фамилию даже не буду напоминать, у которого жена приехала и сказала, у Кирова нет своего лица, и архитекторы решили ответить на это. Да, давайте будем его искать и оформлять как-то это лицо, но мы знаем, что история это из разряда личных. Что еще из интересного? Возрождается ГТО в 2014 году, это было очень модно, я помню, в нашем эфире приходили политики и деятели законодательного собрания, чиновники, и каждый отчитывался, на какой значок он сдал, сколько раз отжался и присел, как пробежал нужное положенное количество метров. Я помню, что Роман Титов рассказывал про то, как он сдавал на значок, у нас даже программа, по-моему, была про ГТО в эфире, мы тогда рассказывали. И, насколько я помню, даже учителей в школах обязали тогда сдавать ГТО, но, в общем, это вот, ну, не знаю, что-то было такое. Ну, выглядело, конечно, устрашающе, потому что казалось, что сейчас всех прям заставят и даже... Сдавать эти нормативы. Да, и сотрудников коммерческих компаний тоже, бюджетников-то уже привыкли, что их заставляют много что делать, чего они, может быть, и не хотели бы. Да, появляется идея возникновения поселка программистов в Слободском районе, Алексей Конышев, энтузиаст. Появился поселок программистов, там Баркэмп проводился у нас, вот тут один из последних. Так, очень симпатично мы были этим летом, очень красиво. Но дорога до сих пор туда такая, вызывает опасения иногда, когда ты едешь на такой пузотерке, да, что ты там где-нибудь встанешь. Лучше на Ниве туда ехать. А еще был поднят вопрос о том, что на театральной площади 9 мая не вмещаются уже все, кто хочет посмотреть. И вот спустя там 6 лет, что мы имеем, несколько тысяч пропусков, заранее запись и видеотрансляция, все-таки проблема как-то решилась. И вот, видимо, тогда она начала подниматься. У нас вице-спикер УЗС в то время, Михаил Курашин, предлагал поискать для этого события, для Парада Победы, новое место. Но, правда, сложно в городе. Но не нашли. Еще и без лица, да. Но не нашли. Так, значит, появляется впервые уполномоченный по защите прав предпринимателей. Я напомню, был Сергей Данилян до выборов Никиты Белых в сентябре. А после выборов Никиты Белых в сентябре, в декабре назначили Андрея Вавилова на этот пост. Очередной уполномоченный у нас появился. Впервые проходил фестиваль «Дружба народов» в месте «Вятка». Он проходил в Нововятске. На следующий год вот это шествие, мы помним, по улице Московской в национальных костюмах. Там это было так более локализовано на стадионе России. Но тоже было интересно. Ну и раз уж развлечения вспомнили и какие-то такие приятные вещи, три семьи получили автомобили за детей, родившихся 1 июня. Помните ли это? День 1 сентября на театральной площади им лады и гранты, по-моему, выдали. Прекрасно. Обсуждался памятник Трифону Увятскому, появление памятника Трифону Увятскому. Собирали на него деньги всем миром. Злые языки, правда, утверждали, что кого-то обязывали сдавать на этот памятник. Но вот памятник появился, стоит, не знаю, кому-то нравится, кому-то нет. Тем не менее, он есть. Что еще? Умная остановка первая на театральной площади, которая показывает время прибытия автобуса. Я помню, это ужасно. Она не всегда показывала точное время. Иногда ломалась. Это было очень забавно. У нас в эфире, между прочим, об этом рассказывали Олег Чичбабин и Александр Рыболовлев. Люди, которые сейчас в совершенно ином качестве упоминаются в новостях уже. Проект «Раскрасим Киров в дымку», который очень много тоже спорных таких комментариев. Ну, как было же сказано, что нет своего лица, вот решили немножко зданиям придать лицо. Решили сделать лицо. Сначала, я помню, раскрасили вход в Кировский парк, да, вот эти воротцы, которые, по-моему, со стороны улицы Азина, да, такие вот бенковские они стали. Потом вокзалы. А потом возле вокзала вот эти, да, высотки, которые стоят на Комсомольской площади. Ну, и на профсоюзную уже потом появилась. А вот, ну, как вы к этому сейчас относитесь? Я отношусь... Привыкли? Нет, я отношусь к зданиям на Комсомольской площади совершенно нормально. Я считаю, что это уместно. И, мало того, они свою задачу выполняют. Потому что я часто езжу в поезде с иногороднями на проходящих поездах. И когда поезд приезжает там или подъезжает к Кирову, с одной или с другой стороны, люди всегда спрашивают, а что это? А расскажите нам. И вот, ну, они работают как раз, да, действительно. Это хорошо, то есть, но не нужно закрашивать весь город, конечно, цинку. Вот, дальше уже все эти истории с мостом и с профсоюзной, они, конечно, менее однозначны. Мою, по крайней мере, реакцию вызывают. Кому-то нравится, кому-то категорически нет. Ну, вот, если въезжать в Киров со стороны моста по одну сторону странный Кристалл у вас, а по другую дом Дымковский, на что приятнее смотреть? Не знаю. Сложный вопрос. Сложный вопрос, правда. Вот, по событиям, наверное, из таких, из ярких событий, наверное, все. Кроме того, что... А, ну, еще шляпники, естественно, поехали. Вятскополянские шляпники поехали в кругосветные путешествия. Что, что не крышники? Не крышники, шляпники поехали в Вятскополянский. И появился в Вятских полянах музей шляп. А там еще промпарк, между прочим, начали строить в тот же момент. Почему-то про музей шляп мы больше рассказывали в эфирах, чем про промпарк. Ну, почему? Мне кажется, нет. Ну, просто промпарк, он зачаток появился, а потом дальше была очень тяжелая и сложная история. Про шляпников было приятнее рассказывать. Понятно. Вот такие события 2014 года. Ну, давайте все-таки, наверное, сейчас... Главному. Главному, да. То есть это Украина, это Крым и это выборы губернатора. Я надеюсь, что сейчас наша коллега Мария... Давай, наверное, все-таки Украину сейчас отработаем быстренько, нет? Да, давай. Наша коллега Мария Кожевникова нам поможет связаться с еще одним нашим коллегой, Игорем Рысьевым, который 2014 год провел фактически не выходя с митингов всех этих, да? Ну, я шучу, конечно, Игорь, разумеется, был здесь в редакции, но он часто довольно ходил как корреспондент на вот эти все мероприятия. Я бы очень хотела, чтобы Игорь рассказал нам о впечатлениях, о том, что люди говорили на этих митингах. Сейчас мы попробуем с ними связаться. И пока мы это делаем, я напомню... А, Денис, может, ты помнишь, да, вот эти вот все акции? Какие у тебя были впечатления? На самом деле акции я не помню. Я помню несколько моментов. Первый момент — это слова Меркеля о Путине, что он живет в альтернативной реальности. И то, что до многих людей дошло, что будут санкции, и надо покупать валюту. И они были правы в 2014 году, потому что в декабре курс рубля упал. Сильно упал. Но мы помним, у нас же висело... А, вот Игорь с нами на связи. Это соревнование по поводу того, кто угадает курс евро и доллара в ближайшее время. Да, у нас висела такая штука. Игорь, привет. Алло. Да, Игорь, наш коллега Игорь Рысьев. Добрый день, Игорь. Привет. Скажи, пожалуйста, как мы тебя представляем? То есть журналист, музыкант — это понятно. Где ты сейчас? Я сейчас в Корабльстроении. Ух ты. В Петербурге? Да, да, да. А, понятно так. То есть я буду знать, что тебя можно даже, наверное, поздравлять с праздниками какими-то профессиональными. Да, у меня теперь очень много праздников профессиональных. Игорь, у нас в студии помимо нас с Олей Болезиной еще Денис Шадрин. Да, привет. Мы вспоминаем события 2014 года. Вот эти вот события, связанные с Украиной прежде всего, с конфликтом на Украине и последствиями, которые случились для нашей страны и для всех остальных, наверное, тоже государств. Потому что все смотрели на то, что происходит и делали какие-то выводы свои. Ну, санкции и митинги. Я помню, что ты бывал на этих митингах, которые проводились. Эти митинги, они, ну, я не знаю, были ли они официально организованы именно с точки зрения сбора людей? Или все-таки люди приходили туда сами и воодушевленно там наблюдали таких же воодушевленных сограждан? Ну, вообще, конечно, там и привозили людей. Кто-то, наверное, сам приходил. Сложно подойти к человеку, которого привезли, например, и в лицо у него спросить, привезли тебя или нет. Ну, как-то странно, если он скажет, да, меня привезли, вот на этом автобусе дали вот эту штуку, я с ней постою. Вообще, на этих мероприятиях было какое-то, ну, максимально всеобщее чувство радости и фарет происходящего. Там люди, наконец, ощутили, что стали частью какой-то очень большой общей истории, там, объединил их. Хотя, по сути, там никому ничего решать не дали. Референдум прошел только в Крыму. В России разрешили только с флагами постоять вот на центральных площадях в поддержке события. И, конечно, людей привозили. Конечно, там были бюджетники, которые продавали триколоры, плакаты. И так далее. С нужными и правильными лозунгами. Но надо понимать, что от того, что их привезли туда, ну, в большей степени все-таки свозили. Ну, от того, что им раздали все эти патриотические атрибуты, их уверенность в правильном курсе президента не стала менее искренней. То есть, в данном случае, именно в случае с Крымом, именно в тот момент все это совпало максимально, все сложилось. Люди, конечно, сами не организовались бы и не пошли на эти площади. Но когда им предложили, то есть, когда пришли вот эти вот совеобразные повестки, приглашения, я уверен, что большинство восприняло это не просто как развлечение, а как патриотический долг. То есть, по-моему, страна зовет, надо сходить обязательно, постоять там. Ну, кстати, да, я помню, что подходила тоже к некоторым людям, которые соглашались разговаривать. И действительно, общее какое-то впечатление, вот если, допустим, сравнивать с митингами, которые проходят там 4 ноября, да, где тоже много людей, много бюджетников, они там вообще какие-то, видно, что им... Ну, они номер отбывают, что называется, да? А здесь все были, ну, многие были реально радостные и говорили, что у меня там родственники где-нибудь в Феодосии, и, наконец-то, вот, я раньше... А, наконец-то, мы будем жить в одной стране, они говорили, да. И станем ближе друг к другу. Вот такое. Ну, да, то есть, я, в принципе, с трудом находил людей, которые критически высказывались по поводу ситуации с Крымом. То есть, ну, на этих митингах и понятно, но и в целом было не очень много. Там риторика, в которой все предстоящие писалось, как аннексия, была не очень популярной. То есть, это может быть, вот, условно, в редакциях где-нибудь что-нибудь подобное обсуждалось, но в целом ты выходишь на улицу и встречаешь мало таких людей. Люди с воодушевлением встретили всю эту новость, они беспокоились о том, что в Украине пришли к власти фашисты, которые будут убивать, притеснять там русскоязычное население. Ну, тут надо понимать, что телевизор у нас все-таки никто не отменял от этой старой народной привычки верить в любую чушь там, которую говорит мужик в пиджаке на экране, там, никуда, сих пор она не делась. Никто от этого не ушел. Да, Игорь, скажи, пожалуйста, а менялось ли настроение людей вот в течение 2014 года? То есть, понятно, что в начале года, когда все случилось, да, вот эта эйфория такая была, а к концу года, когда повалился рубль, когда ввели санкции и когда у нас тут чиновники областного правительства в студии рассказывали о том, как тяжело мы будем жить в ближайшие годы и как нам надо уже затягивать пояса, я имею в виду, там, ну, с точки зрения расходов каких-то бюджета. Люди начали понимать, что что-то как бы вот, ну, не совсем хорошее происходит в их жизни или нет? Ну, вообще, если честно, я вот не припомню, чтобы изначально кто-то, ну, как ты говоришь, переживал за то, что будет с Россией, я этого не помню. То есть, все смотрели на эту ситуацию так, ага, то есть, мы присоединяем новую территорию, там тепло, там моречко, будем теперь туда ездить отдыхать, страна у нас станет еще больше, еще краше, там, спасем наших крымских братьев от фашистов, нам все будут благодарны и все мы будем счастливы. То есть, о реальных последствиях банально, там, для экономики, я не буду говорить о политических даже каких-то вещах, на площадях никто не говорил и не думал. То есть, изначально вообще эта тема как-то, ну, не муссировалась среди населения, там, народа, для людей, которые выходили на митинги. То есть, там, и многие, наверное, поменяли свое мнение впоследствии, ну, скорее всего, то есть, когда пошли санкции, когда, в целом, происходили вот те события, которые ущемляли каким-то образом нашу экономическую жизнь и благосостояние. Но, в целом, мне кажется, для большинства Крым в составе России куда важнее, там, пармезана, хамона, там, позиции рубля, там, даже, собственно, благосостояние, в конце концов, даже если в Крыму они там никогда и не бывали. То есть, даже если, мне кажется, сейчас спросить, какое-то абсолютное большинство людей, в целом, люди будут за Крым, как бы то ни было. Им эти санкции, говорю, то есть, до одного места. Это, знаешь, как, наверное, тебя ответили бы на это эти люди? Ну, вот, как, примерно, они отвечали, там, например, мне на митингах? То есть, я почему, например, это, если я могу тебе ответить, что американцы придумали бы что-нибудь другое? Вот, если бы был не Крым, было бы что-то еще. То есть, они бы все равно это сделали. Зато Крым наш. Эффект Крыма, на самом деле, начал проходить где-то во второй половине 2018 года, в 2019 году. То есть, отложенная такая была реакция. Да, да, да. То есть, сейчас начинают понимать, и все-таки курс... Эффект в смысле отношения к власти... И в том числе, и... Ну, более спокойно относятся, да. Осознание последствий, может быть, да. Да, потому что, ну, если посмотреть на рубль, в 2014 году доллар 34, сейчас 76. А про последствия... Ну, я и говорю, что, как бы, люди, многие, очень воспринимают это так, что рубль стал не 30, а 70 не из-за Крыма. То есть, понятно, эффект Крыма воодушевления какой-то был, но, как бы, отвалилось от этой прослойки людей, которые верили в то, что Крым нам нужен. Очень небольшая часть, я в этом уверен, просто даже можно было бы посмотреть на тех же митинках все равно, как бы то ни было. Может быть, людям уже не так нравилось ходить на эти митинги. Может быть, вся эта идея празднования какого-то национального праздника, это превращение на национальный праздник уже не так им нравилось. Но, в целом, они верили, что это не так уж и сильно связано, что Крым все-таки должен быть в России. А вот 30, 70 рублей, 80 рублей, это Запад сделал каким-то образом, сделал бы и так, и без этого. Происки врагов. Игорь, я еще про последствия все-таки для стола и пармезан и хамон. Некоторые хамон слова вообще только тогда и услышали, когда его стола нельзя. Нельзя. Да, ты говоришь, что хамон, я его и не ем. Я он встал и ем как бы. А вот сейчас ты как ощущаешь, вот там, есть эти последствия продуктовые для вот людей там вокруг тебя вообще? А тоже, опять, мы мысли с вами немножко узко в этом смысле иногда, когда мы представляем себе, что это ударило по какому-то огромному количеству людей, и теперь вот они остались без любимого сыра. Для многих любимый сыр-то-костос, условно, пошепонский какой-нибудь. А, вот-вот-вот, смотрите, я провела, ну, устроила опросы в Инстаграме, костромской или пармезан, что вкуснее? 21% костромской, 79% пармезан. Ну, это видишь, что это твоя выборка. Может, уже попробовали, либо попробовали в поездках, потому что раньше, наверное, не приходило там в голову гастротуризмом заниматься. В магазинах есть пармезан, огромное количество сыр. Но это, конечно, в Инстаграме будет нерепониментативно. Ну, это да, конечно. Ну, вообще, никто не спорит о том, что сыр, на самом деле, в России стал хуже после санкций, потому что не стало конкуренции. И дороже. И дороже. Именно так. Стало хуже, да. Но там еще были на митингах такие интересные вещи, когда люди говорили, что это только начало, что дальше больше. Говорили, что это будет день, это национальным праздником. То есть некоторые митингующие называли там день присоединения Крыма Днем Победы. То есть это уже какое-то прям, ну, кощунство, которое полностью иллюстрирует, ну, отношение к тому, что происходило от людей. Но с другой стороны, показательно, конечно. Показательно, конечно, то есть там в одной из резолюций, я помню, был такой момент, когда люди выразили поддержку политики президента и заявили о готовности страны принимать в состав страны новые субъекты. То есть это, может, конечно, имелось в виду отдельно Крым-Севастополь, но в целом это звучит как-то очень дико и захватически. Да, у нас, особенно из 20-го года, когда в Беларуси происходит то, что происходит сейчас. Да, да, да. То есть я, кстати, эту ситуацию в Беларуси предрекал, когда ребята захотели сделать не союзное государство, а одну страну, чтобы Путин мог выбираться как бы без обновления Конституции, как президент новой страны. И ровно через год это произошло. То есть вот этому подобную территорику, на подобных митингах у нас на Путингах нужно всегда иметь в виду. А Путинг, кстати, это слово 2014 года, да, Игорь? Ну, такое ощущение, что да, на самом деле. Ну, мы как-то к нему просто уже привыкли, и у меня такое ощущение, что мы с ним живем всю жизнь. Спасибо большое. Игорь Рысьев был с нами на связи из Петербурга. Игорь, очень были рады тебя слышать. Обнимаем тебя. Да, да, спасибо вам. Да, до свидания. До свидания. Ну, очень быстро сходим на рекламу, полторы минуты и вернемся. Продолжаем. Еще немножко я по украинским событиям 2014 года, по последствиям хотела сказать. И вот мы в перерыве с Денисом Шадрином выяснили, что есть сказать нам вдвоем, что. Ну, во-первых, в 2014 год появляется вся эта история с сотрудничеством России и Крыма. Да, то есть налаживаются новые мосты, наши предприниматели идут в Крым выяснять, чем друг другу мы можем быть полезны. И появляется впервые вот эта вот идея прекрасная, которая воплотилась почти до конца. Со взятием в аренду или в управление лагеря в Крыму для кировских детей, чтобы они могли летать туда, отдыхать там летом. И я, насколько помню, Дмитрий Русских эту идею продвигал. По-моему, в 2015 году вот тогда вот уже все окончательно было договорено. Но в 2016 году, когда Никита Белых ушел не самым таким хорошим образом с поста губернатора, эта идея заглохла. Очень жаль, между прочим, хорошая была история. А еще на фоне всех вот этих вот событий антиамериканских, антизападных, санкционных, произошло, может быть, не совсем заметное событие. Это закрытие американского уголка в библиотеке Герцена. И это тоже было печально и показательно, потому что вот эта вот истерия, которая была там, да, они враги и все против нас, она приводила к последствиям в виде, ну, каких-то вот, ну, не знаю, там, крестов на культурных каких-то там, да, или гражданских, или общественных, или еще каких-то инициативах. И в очередной раз там, наверное, вызвало некое недоверие в обществе к некоммерческим организациям и прочее, прочее, прочее. Да, американский уголок открывался как раз где-то в 2011 году, приезжал на его открытие посол Байерли. Посол приезжал в Киров. Да, представители некоммерческих организаций с ним встречались, там были еще у него встречи с губернатором и с другими лицами. Я на встрече сказал, что у нас в России суверенная демократия, и демократии все меньше и меньше. Посол на это отреагировал, но это ваши дела внутренние, нас это не касается. Не насаждал, не насаждал мнение свое. Так, выборы. Губернатор. Выборы губернатора, да. 14-й год, я напоминаю, да, в начале года в январе, 14-го, по-моему, января у Никиты Белых истекли его полномочия. Он был назначен губернатором, да, в 2009 году, если я верно помню. Истекли полномочия в январе 2014 года, и он был назначен исполняющим обязанности. Губернатор ездил к Владимиру Владимировичу Путину в Москву, очень много мы про это рассказывали. Вот, и полгода, даже больше, до сентября он был в статусе исполняющего обязанности. Если я верно помню, для того, чтобы Никита Юрьевич пошел на выборы, а пошел он самовыдвиженцем, если я не ошибаюсь, верно, да, Денис? Да, да, да. Меняли даже региональное законодательство, которое, по-моему, не подразумевало тогда. Да, у нас был регион один из первых, который ввел как раз возможность самовыдвижения на выборы губернатора. Другие потом стали вводить. Это было связано больше с падением рейтинга «Единой России», чтобы кандидат в губернаторы от президента мог дистанцироваться от «Единой России». Сейчас эта практика была распространена в 2019 году, но Никита Белых был первопроходцем. Пошел самовыдвиженцем, но, по-моему, все-таки при поддержке какой-то «Единой России» он собирал там голоса. И вот был еще сбор и подписей муниципальных депутатов. Да, я могу рассказать, что был для выбора губернатора введен муниципальный фильтр. Это дополнительный фильтр для того, чтобы отсеивать неугодных кандидатов. И он, кстати, в Кировской области тогда сработал в 2014 году, потому что было пять кандидатов первоначально. Можно напомнить, кто был? Ввыдвижения были Никита Белых, самовыдвиженец, потом был Мамаев Сергей от КПРФ, Черкасов от ЦЛДПР, и Жданов. Был экс-глава города Котельнича и не прошел регистрацию. Торновский, Александр, депутат Госдумы от «Справедливой России», а официально от «Справедливой России» кандидата не было. Видимо, договорились. И, собственно говоря, кто на этом фильтре слетел в муниципальном, это Торновский. Он, во-первых, за то время, которое было, не смог преодолеть муниципальный фильтр, собрать подписи муниципальных депутатов и подписи избирателей. Соответственно, всем остальным кандидатам «Единая Россия» объявила, что она поможет. То есть, это понятно, что все это санкционировала администрация области. Всем была оказана помощь и Жданову, и Мамаеву, и Черкасову в преодолении этого муниципального фильтра со сбором подписей. Я, насколько помню, 224 подписи надо было собрать муниципальных депутатов и глав районов, и «Единая Россия» помогла, так сказать. Да, у Никиты Юрьевича была возможность самому решать, кто у него будет кандидат, то есть, кто у него будет соперник. Соответственно, он этим и воспользовался. Сейчас это распространенная практика. Только, правда, в некоторых регионах сейчас и представители КПРФ, и ЛДПР иногда не допускают до выборов. Допустим, в этом году 18 выборов губернаторов, и в 16 регионах КПРФ выдвинуло своих кандидатов в губернаторы, и в пяти регионах их не зарегистрировали на выборах, они не прошли муниципальный фильтр, потому что действующие там губернаторы либо в Рио посчитали, что они слишком сильные конкуренты, которых не должно быть на выборах. И какая удобная штука этот муниципальный фильтр оказалась. Для этого он и вводился, чтобы самому решать, кто был твоим соперником. Это связано с чем? Атака на, скажем так, санкционированную оппозицию, какую-то... Парламентскую, да? Ну, парламентскую, да, КПРФ вроде достаточно, можно сказать, безопасные конкуренты. Это в связи с чем в 2019 году они уже попали под запрет? Это показал 2018 год, выборы губернаторов во Владимирской области и в Республике Хакасия, где во втором туре представители, скажем так, Единой России стали проигрывать. Как во Владимирской области, это Орлова с треском проиграла просто. Ноунейм представитель ЛДПР в Хакасии выиграл тоже молодой коммунист 30-летний. После этого стали опасаться допускать всех кандидатов, потому что в 2014 году, ну как так не допустить, КПРФ, ЛДПР, ну это скандал всероссийского уровня. Сейчас нормально. Так, у нас остается минута, давайте мы быстро результаты просто озвучим, да, вот по набранные результаты, скажем так, по итогам выборов. Если я верно помню, если я верно помню, явка была... 36% явка у Никиты Белых, 70% голосов практически Мамаев, КПРФ 16, Черкасов около 10 рассчитывал на большее, как я понимаю, у нас где-то был его комментарий. Да, во время агитации, в принципе, мочили кого? Сергея Мамаева, как представителя КПРФ, против него организовывали и пиар-акции различные, там, соответственно, было все понятно, и сушили явку. То есть, чем меньше избиратель придет на участки, тем было лучше, потому что был нужен мотивированный избиратель административным ресурсом, он и пришел. То есть, вот поэтому такая... А официально звучало из уст губернатора, чем выше явка, тем легитимнее результаты выборов будут? А кто пойдет за этих кандидатов голосовать, когда избирательная кампания такая вялая? То есть, они же не агитировали за себя, может быть, кроме Мамаева, и все. Вот таким был 2014 год, и я еще напоминаю, что в 2014 году мы обсуждали, между прочим, сокращение числа депутатов ЗАГС Собрания. И вернулись к нему опять. Это была федеральная инициатива, тогда до 30 человек предлагалось сократить всех регионов. Сейчас это тоже федеральная инициатива, на самом деле. Да. Спасибо большое нашему гостю, Денису Шадрину, эксперту движения «Голос». Программа «Очевидцы» завершается, 15-й год, через две недели. Всего вечера. Очевидцы. 10 лет в Кирове.